Так, ну съёмка началась. Значит, 17 июня 1941 года я вместе со своим дедом, завучем школы в городе Павловске, за успехи в школе, я закончил с отличием два класса, он меня взял в Крым, и мы 17 июня из Ленинграда выехали в Одессу. 19 июня 1941 года мы были в Одессе, сели на теплоход Грузии и отправились в Ялту. Был страшный шторм, я ничего не видел, укачался. 21 числа мы прибыли в Ялту и ушли в Ливадию, где дедушка, имеющий большой отпуск летний, всегда останавливался. В Ливадию мы пришли где-то уже поздно вечером, расположились, нас там покормили, чайком попоили, и в саду мы легли спать. В 4 часа утра разбудил нас такой страшный грохот какой-то по горам, там, так сказать. Спросили у хозяйки, в чём дело. Это, наверное, в Севастополе учения флотские, а на самом деле была бомбёжка. Утром в 6 часов, где-то у меня был такой спортивный человек, мы в 6 часов побежали купаться, а дом стоял прямо около моря. Назад возвращаемся, из горы наша хозяйка кричит, Борис Геннадьевич, война. Он сразу побежал, значит, в кассы, там, куда-то в Ялту, для того, чтобы... Но несколько дней мы не могли уехать, потому что в это время была мобилизация, вот, и, так сказать, народ, прежде всего, отправлялся такой, которым призывали на фронт. Ну, в конце концов, достали билет и выехали в Ленинград. Добирались мы до Ленинграда, из Симферополя, 13 дней. Были в белых костюмах, костюмы у нас были уже вот такого цвета. Мы плохо ели, потому что нечего было, так сказать, купить даже нечего было, нельзя было что-то купить. Пили воду там, бог знает, чуть ли не болотную, из ложки, буквально, так сказать. Нас два раза бомбили под Александровым. И, в конце концов, мы все-таки добрались до пригорода Ленинграда. В сам Ленинград поезд не пошел, а где-то около понтонной нас высадили, высадили, и мы пешком, значит, добирались с ним до улицы Маяковского, где жила моя мама. Добрались туда уже поздно вечером, а мать, конечно, уже считала, что сына и отца нет живых, потому что никаких весочек мы не могли отправить, потому что было такое ужасное время, что... вот, я жил у тетки, у родной сестры моего деда в Пушкине, а мама жила в Ленинграде, работала в исполкоме Петроградского совета. Вот, я, значит, с дедом уехали мы в Пушкин, и я заболел брюшным тифом, вот от всего того, что, так сказать, пережил. Но удалось, как говорится, восстановить. А однажды начальник или директор, начальник моей матери спросил, а где отозревается у вас сын? Он говорит, в Пушкине. Вот вам машина, немедленно за ним поезжайте, потому что буквально завтра немцы возьмут Пушкина. И действительно, мы уезжали из Пушкина через одни ворота, а в другие входили немцы. Дед остался в плену. Его сестра, вот моя военная бабушка, по сути дела, тоже остались там. Дед погиб от голода, а сестру, мне, мою тетушку, латвийский офицер, латышеский офицер взял прислуги себе. Она знала языки, ну, в общем, так сказать, и как бы гувернером была у него там где-то под Ригой. И пережила войну, после войны вернулась в Пушкин. Вот начало войны. А, ну, что было дальше? Какие-то особенные моменты вам запомнились? Дальше была блокада, ужасное время, голод. Нам повезло то, что у нас, мы жили на первом этаже, в улице Маяковского, дом 17, в коммунальной квартире. С нами еще одна семья была. И единственное, в чем нам повезло, это то, что у нас в подвале были дрова. Печное отопление было. И, так сказать, как говорится, холод не усугублял голод. Поэтому как-то... Мама была донором. Она сдала 3 литра и 400 грамм крови. На этом мы, так сказать, выжили. А потом, правда, заработала гипертония и рано умерла. 54 года она умерла. Уже после войны. В один из вечеров вернулась с фронта моя родная тетка. Она была военврач. Получила ранение, получила белый билет и должна была через Ладожское озеро переправиться на землю из Ленинграда. Это был март месяц. Зима. Мы пережили уже зиму вот эту голодную, так сказать. Вот. И всю ночь мать с теткой переговорили. Наутро куда-то побежали. В конце концов, видимо, они получили согласие, что я с тетушкой эвакуируюсь. И мы через Ладожское озеро, значит, вот 1 марта, значит, отправились туда, там погрузили на машину. Холод страшный был. Я был закутан. Ничего не видел, не слышал. Перебрались мы, значит, вот туда, через Ладову. И первая остановка, где мы остановились, это была Вологда. В Вологде жили наши родственники. Соколовы такие. И там впервые мы, значит, до отвала покушали картошку. Потом, правда, страдали. Ну, потом эвакуация. Болезнь, потому что у меня был страшный форумфулез. Но вот в этом году на Урале, куда мы эвакуировались, Кунгбур, в такой Кунгбурской области, там был очень хороший урожай. Трав, грибов, ягод. И вот это, конечно, нас спасло, потому что семья была большая. Муж тетушки вернулся с фронта, он потерял ногу, по сути дела, так сказать. Вот, и, так сказать, мы прожили. А мама вернулась, тоже эвакуировалась в 44-м году. В 44-м году. В 47-м году я поступил в Ленинградское военно-морское подготовительное училище. Закончил его с золотой медалью. А затем поступил уже автоматически первое высшее военно-морское училище подводного плавания, которое закончил в 54-м году и избрал себе Тихьянский флот, где прослужил до 75-го года, то есть больше 20-ти лет. Затем был в главном штабе военно-морского флота. И затем курировал Тихьянский флот еще. Был начальник на восточном направлении главного штаба ВМФ. Курировал Тихьянский флот и индийскую эскаду. На ТОФе прошел такой, ну, обыкновенный путь флотского офицера. Был штурманом на малютке, это подводная лодочка такая, потом штурманом на средней лодке, помощником на средней лодке, старшим помощником, командиром маленькой подводной лодки, командиром средней подводной лодки, командиром атомной подводной лодки, начальником штаба соединения атомных подводных лодок, заместителем начальника штаба флота по боевому управлению, затем в Москве дежурным адмиралом военно-морского флота и начальником восточного направления оперативного управления главного штаба ВМФ. Тихьянский флот был моим родным флотом, там я проводил, по сути дела, 200-250 дней в году во время службы, потому что знал его наизусть. И был на Индийском океане, был главой делегации на Сейшельских островах, побывал в очень многих странах, побывал в Индии, в Индии, на Сейшелах, в Танзании, в Сомали, в Йемене. А затем был в Англии, в Англии, в космосе, в Лондоне. Вы весь свет объехали. Вы весь свет объехали. Ну не весь, а Тихьянский побережье всего Тихьянского флота, плюс Индийский океан. Ну а и только здесь вот сопровождал нашего главнокомандующего военно-мородским флотом, Бурал флота Советского Союза Горшкова, в его поездках на Северо, на Балтику, на Черное море, на Каспийскую флотилию, на Тихьянский флот. Вот был председателем комиссии всяких, так сказать. По спасению наших подводных флотов, попавших в аварию. В общем, служба была, конечно, тяжелая, но очень интересная, потому что тогда флот был в рассвете. Каждый год вступали в строй новые корабли, подводные лодки, самолеты. Теперь это все, так сказать, немножко, как говорится, остановилось. Но надеюсь, что флот все-таки когда-то будет восстановлен. Сейчас я, я в 89-м году деморализовался, работал в коммерческих организациях, был директором коммерческой организации. А потом вся эта коммерция мне немножко, так сказать, ну нельзя сказать, что опротивила, но тяжелые были времена, поэтому разочарование было полное в этой деятельности. Я пришел как-то в управу района Сокол и там остался на многие годы. В 93-м году, правда, с небольшим перерывом я был в Ленинграде. Мы на полтора года уезжали с женой в Ленинград, потом вернулись сюда. Сейчас я работаю специалистом по гражданской обороне, инженерной службы района Сокол. Ну вот, так кратенько. Ну, на самом деле, очень интересно. У меня возник вопрос. Вот, вы в качестве своего жизненного пути избрали службу на флоте. Это, как, война как-нибудь повлияла на ваш выбор, определила вашу жизнь? Ну, повлияла на мой выбор, так сказать, моя родословная. Родословная, потому что у меня прадед был моряк, отец всегда хотел быть моряком. Вот. А два прадеда были моряками. Один был, значит, моряк, потом был управляющий Абуговским заводом, генерал-лейтенант. А второй был капитан первого ранга, командир подводных водок Пискарь, Минога, Акула. Но эмигрант, наш эмигрант, скончался он в Париже. Это Сергей Николаевич Власев. А второй дед был Геннадий Александрович Власев, вот, директор Абуговского завода в городе Ленинграде. И он же был, вот, Геннадий Александрович Власев, он был один из основателей генеалогического общества России. Это генеалогия, вот, метка. И сейчас мы с моим племянником, двенадцатиюртным племянником, продолжаем эту работу. Геннадий Александрович, значит, полностью восстановили вот цепочку нашу ветвь Власевых, Абрамовых, Гербиков. У меня, значит, вот, по материнской линии бабушка была Екатерина Емельевна Гербек. Ее отец приехал к нам вместе со Штраусом, Иоганном Штраусом. Он был реанчелист. Значит, и он же был один из основателей филармонического общества в Петербурге, а затем в России. Вот, в музее, в Ленинграде, в консерватории есть его, так сказать, там, данные о нем. Эту цепь мы тоже сейчас восстанавливаем. Ну, это сложная работа, да? Ну, интересно вообще. Очень интересно. Нашли очень много родственников, перезваниваемся, переписываемся. Это довольно интересно. Отец в годы войны, он не участвовал на Западном фронте, а был, значит, участвовал в войне с Японией. С Японией и был командиром штрафного офицерского батальона на Курилах. Этот батальон насчитывал сначала тысячу человек, а возвратилось с войны двести. Восемьсот человек они положили, так сказать, на Алтарь и Отечество. А вот Вы, ну, Вы были совсем юным в то время, но у Вас было какое-то представление о войне? Что Вы тогда думали о войне? Почему она началась? И вообще, что так, ну, как так случилось? Вас посещали такие мысли? Или после? Нет, пожалуй, это, так сказать, этого не было, потому что, ну, 10-11 лет – это все-таки не тот возраст, когда человек хорошо думает о чем-то, так сказать. Вот. Только после военные годы уже все это осмыслилось, так сказать, вот я беседовал и со старшими, и с тетушкой, вот, которая была в плену, там, и прочее, так сказать. С отцом много мы беседовали. Я с отцом познакомился поздно, мне было 16 лет, но мы были в очень хорошем отношении в последние годы. То есть Вы только после познакомились, когда он вернулся? Да, ну, потому что они с мамой разошлись рано, и он уехал и был начальником технического отдела Дальстроя. Вот этот, помните, Ленд-Лиз, американцы нам помогали продовольствием, оружием, там и тому подобное. А отец был один из тех, кто добывал золото, и золото передавал американцам. Вот такое дело, так сказать. А вот что Вы сейчас думаете о политике нашего государства? Просто Вы как раз явились очевидцем в момент, когда власть поменялась, полностью изменилась, изменился строй государства политический. Ну, я считаю, что очень большая вина лежит за развал Советского Союза. Нужно было на Горбачеве Михаила Сергеевича, потому что гласность – это одно, это очень хорошо, если вы получили. Но то, что он не смог, как говорится, выполнить референдум российский или советский референдум о том, что люди были против того, надо было другие способы, как говорится, соединения государства, неся было того, чтобы, так сказать, сначала от нас отделились одни там страны, потом другие. Нужно было дать больше свободы и закрепить федеративный способ существования нашего государства, конечно. Ельцин – на мой взгляд, по сути дела, предательская политика по отношению к своему государству. Независимость России я как-то очень так странно воспринимаю. Независимость России от Советского Союза – ну что это такое? Мы сейчас празднуем как-то. Ну, мое поколение не воспринимает это, на мой взгляд. То, что, так сказать, мы сейчас ведется, какая политика, я считаю, что очень много недостатков во всех сферах. И в сфере, значит, социальной политики, как-то, так сказать, недостаточно все-таки уделяется внимание. В сфере пенсионного обеспечения стариков, как говорится, заработной платы, несоответствие уровня жизни основной массы населения с олигархами и тому подобное, баснословные, так сказать, заработки, приватизация, конечно, это вообще вот эти ваучеры и прочее, и прочее, это было, на мой взгляд, развал, по сути дела, государство, которое, так сказать, ну а сейчас смотрим молодые люди нами, так сказать, Медведев и Путин, других, правда, не видно, деятелей, то ли, так сказать, я не одобряю политику Каспарова, Касьянова. Каспарова мне очень жалко, потому что это был чудесный гроссмейстер, прекрасный парень, так сказать, который проставил нашу Родину, а взялся за не свое дело, мне кажется, так сказать, и просто мне его жалко, так сказать, что политики должны быть другими, должны быть настойчивыми. И должен, конечно, у наших политиков, у Медведева и Путина прежде всего, это должен быть диалог с оппозицией, он пока не просматривается. Такой диалог должен быть. Это точно. Должен быть свободный, обмен мнениями, должна быть выработка единой политики, и оппозиционного движения не должно быть как такового, в принципе, а должно быть взаимодействие. Должно быть взаимодействие. Компромисс. Компромисс, конечно, в каждом случае должен быть компромисс. И надо слушать. Слушать население, нужно слушать оппозицию, нужно слушать своих товарищей, другие партии и так далее. И тогда будет диалог, и будет хорошая жизнь. Вот так, мне кажется. И последний вопрос. Что Вы думаете о современной молодежи? Есть у Вас какие-нибудь пожелания? Ну, вот как раз для нас, для людей наших. Молодежь у нас нормальная, хорошая молодежь. У нас система образования. Как-то подорвана. И, кстати... В последнее время подрывается еще больше. И, кстати, вот я шепствую над гимназией 15-90. Там атмосфера прекрасная. Там прекрасные преподаватели. Директор, правда, сейчас он ушел, Сергей Павлович Панфилов. Прекрасное взаимодействие с ветеранами. Молодежь все знает, все умеет, помнит. Музей, музей военно-морской, музей морской бригады в годы войны, которая охраняла. Мы там часто выступаем, проводим уроки мужества. И чувствуем, что очень прекрасные люди. Прекрасная молодежь. Которая, так сказать... Но вот общее такое... Я считаю, что заблуждение нашей власти в том, что вот телевидение, значит, увеселительные вот эти ночные клубы и тому подобное, вот это наркотики и, по сути дела, поощрение в ночных клубах и так далее, и так далее. Вот это, конечно, разлагает и людей, и молодежь, прежде всего. И вот эти, особенно первые, и какая-то программа там, вот, которые, так сказать, правительственные программы, там сплошное, как говорится, нет учебы, нет интереса. Вот эти все концерты, так сказать, вот эти пляски, так сказать, пошлость на каждом шагу, это, конечно, убивает. Единственная программа хорошая, спортивная программа хорошая, культура. То, что реклама, идет фильм, прекрасный фильм о войне. Смотрит бабушка, смотрит внук, смотрит сын, допустим. На каждом шагу, через каждые пять минут реклама. Прокладки, перхоть. Ну, что это такое? Ну, пожалуйста, ну, дайте хоть полфильма посмотреть нормально, потом сделайте рекламу, скажите, что, товарищ, отдохните, мы сейчас там идем, и потом продолжить пол. Или после фильма, или до фильма, но прерывать на каждом шагу. Все интересные программы, все интересные программы идут 23 часа, 23 часа, начало. Люди идут, должны на работу, отключают телевизор, эту программу, ее смотрят только те, кто дежурит, дежурит там, так сказать, или ночные охранники, там, и тому подобное. Дитва не смотрят, потому что она серьезная, так сказать, а им хочется разместить. Вот это убивает, конечно. Вот эта политика неправильная. А в целом, да, и, ну, и, так сказать, вот, армейская служба и так далее, и так далее. Вот я служил на подводных лодках, у нас, конечно, никакой детовщины не было. У нас, во-первых, у нас было, ну, представьте себе, 28 человек экипаж, из них 7 человек офицеров, там, 6 человек старшины, умудренные опытом. Мы служили, мы тогда служили по 6 лет, по 7, 6 лет, 6 лет дружные. Дедовщина встречалась в какой-то степени в строительных отрядах, где было, допустим, 100 человек, из них, допустим, где-то 10, 15, 20 процентов это люди, которые пришли из заключения и пошли в строительные отряды, их призвали туда. Вот там дедовщина была, потому что там было всего два офицера. Был командир батальона и замполит по политической части, заместитель командира по политической части, ну, еще старшина. Да, такой, с хорошей глоткой, с кулаками там и тому подобное. Вот там дедовщина была. У нас было старшинство. Да, действительно, люди, которые послужили, допустим, 4-5 лет, они уже не чистили туалеты или глины, как мы там говорили, не чистили картошку, но это было, ничего в этом зазорного не было. Ну, это честно. Да, это было так, действительно, потому что человек уже собирался, как говорится, не было рукоприкладства никогда, было только большое, хорошее уважение к старшим товарищам. А сейчас кошмар, сейчас кошмар. И люди не хотят служить, хотят всякими способами уйти. Я вообще удивляюсь, ну, как можно, допустим, на флоте прослужить один год? Ну, да. А что ты можешь изучить при такой технике, которая сейчас на настоящее время? Ничего, абсолютно. И поэтому только контрактная система. Но контрактник должен хорошо получать, должен хорошую зарплату иметь. Не ниже, чем на гражданке. А сейчас на гражданке выше коммерческой 50-100 тысяч получает, а этот получает 7,5 тысяч. Да. Ну, как это, там же и семья, и у нас еще что было, у нас были служебные квартиры. Мы переезжали там из гарнизона в гарнизон, потому что такая была служба. Была служебная квартира, значит, со всеми, с мебелью, с самым необходимым, переезжаешь, сдаешь эту квартиру, получаешь другую, там и так далее. Потом еще, что вот, невыполнение государством своих обязательств по отношению и к ветеранам, и к военным. Человек доминизовался, квартиры нет. В этом году обещают, проходит год, еще обещают. Потом находят всякие причины, так сказать, чтобы или не дать, или, так сказать, опять продлить ожидания. Это, конечно, не делает чести и государству, и подрывает просто, так сказать, все основы и военные службы. Люди смотрят на своих старших. Тоже молодой офицер, он впадает в такую атмосферу, когда квартиры нет. Нам платили, если ты квартиры не имеешь, нам платили квартирные. Командир получал командирские. Никита Сергеевич Хрущев устранил и то, и другое. Еще тысячи, миллион двести тысяч уволил людей, молодых. В 35-36 лет уволил, которые обучались, получали, так сказать, специальность. Водили корабли, летали на самолетах. У меня родственник мой. В 35 лет командир эскадрильи был уволен. Куда пойти? Слесарь, потому что учиться уже тогда не было такого повышения квалификации, там еще что-то такое. Слесарь, ну, там, конечно, хороший он, слесарь, потому что голова хорошая, так сказать. Но все равно это все не так. Но оптимизма нельзя терять. Оптимизма нельзя терять. Спасибо большое. Было очень интересно.